Вот люблю Дениса, хоть мы иногда даже с ним вступаем в дискуссию, но от этого мы, знаете, как говорят, что истина, она где-то рядом и рождается в споре, но говорят, что истина рождается в споре, только если это Андре Муроа добавил, только если спорят только очень хорошие друзья, так как мы с Руденко хорошие друзья, то есть один из немногих людей, с кем он соглашается, ну еще не знаю с кем, больше не знаю, но не соглашается, он просто перестает возражать мне, потому что согласится он никогда не согласится. Вторая часть нашей встречи, нашей дегустации, нашего знакомства будет посвящена рислингам несколько старшего возраста, у нас с вами вы видите 6 образцов в возрасте от 2016 до 2014 года, как я вам уже говорил, рислинг это сорт, который очень хорошо переносит выдержку, тому и залогом его и химический состав самой ягоды, его вина, тому и залогом его способность принимать такие винодельческие технологии, которые способствуют такому долгому впоследствии проживанию вина. Дело в том, что я вот вчера читал огромную большую лекцию о том, как живут белые вина, и винодел в принципе, когда делает белое вино, он способен своими практиками, теми методами, которые он применяет при виноделии, в принципе продлить или укоротить жизнь своему вину. В некоторых случаях он хочет сделать, если он хочет сделать что-то очень яркое, очень броское, очень интенсивное, он может сознательно пойти на винодельческие практики, которые укоротят общую жизнь вина, но сделают его в молодости очень ярким, очень броским, очень таким выразительным. С другой стороны, он может пойти сознательно на то, чтобы пожертвовать некоторой яркостью в молодости иногда, ради того, чтобы вино прожило и 3, и 5, и 7, и 10 лет. И мы сразу же попросим, в отличие от Сергея Александрова, моего большого друга, партнера, коллеги в молодежи годы, я не буду вас мариновать первые 15 минут своим монологом. Мы сразу с вами попросим разлить нам первое вино, и мы с вами отправляемся в Саук-ДРМ. Надо сказать, что для Советского Союза, для винных экспертов, которые хорошо знают историю советского виноделия, Саук-ДРМ это в каком-то смысле знаковое место, потому что в какой-то момент, в середине 70-х, в Саук-ДРМ при помощи метростроя были построены огромные подземные тоннели, гораздо больше, чем тоннели Абрау или чем какого-то другого еще места. И это место, где до сих пор лежит коллекция образцов вин, произведенных еще в советские времена, сохранившаяся, уцелевшая. К огромному сожалению, те специалисты, кто пробовал образцы из этой коллекции, в частности Дженсис Робинсон, говорят, что эта коллекция, конечно же, в основном имеет уже такой символический смысл, потому что 90% вин, которые там лежат, они уже утратили свои гастрономические качества. Ошибкой думать было бы, что вино превращается в уксус, вино просто теряет привлекательные стороны своей ароматики, своего вкуса, ничего не накапливая взамен. Так вот, более 90% того, что хранится в коллекции Саук-ДРМ сегодня, уже утратило свои достоинства и свои качества. Тем не менее, само хозяйство и сама коллекция являются такими знаковыми местами. Здесь всегда вино хранили, и здесь всегда их выдерживали в идеальных условиях под землей. И, начиная с второй половины 2000-х, где-то в 2014-2015 году, вот прошедших, второй половине прошедших 2000-х, хозяйство было выкуплено соседним, более таким успешным, более продвинутым хозяйством, владельцем семьей Николаевича, ну, семьей Николаевых, которые владеют Левкадией. Они выкупили Саук-ДРМ и стали его восстанавливать. На Саук-ДРМ было смонтировано, даже не заменено, потому что советское оборудование не сохранилось. Оно было фактически, ну, не сказать там разграблено, но, ну, так, растворилось в пространстве, в смутные, утрачено смутные годы. Была смонтирована новая линия винификации, приемки винограда, розлива, всего остального. На Саук-ДРМ был приглашен бывший винодел, винодельня Мысхака Роман Неборский, который, собственно, и занимается сейчас в основном этой винодельней. И возобновлено производство вин, производство вин самых разных линеек, больше все-таки такого немножечко массового сегмента, потому что Саук-ДРМ и исторически больше занималась таким вот сегментом общедоступным, широко доступным. Тем не менее, здесь начали вот с 2015-2014 года уже производить много разных вин. И это, опять же, у нас с вами зона, лежащая с континентальной стороны Морковского хребта. Она отгорожена от Черного моря. Это глинистые почвы с большим количеством известняка, которые, в принципе, хорошо подходят и для рислинга. И рислинги Саук-ДРМ в советское время, наряду с рислингом Апрау и с рислингом Анапе, это были три основных точки, где это дело производилось. И у нас с вами вот первое вино. 2016 год. Вы видите, что здесь уже гораздо более сложный букет. Здесь мы уже фактически теряем такие яркие цветочные тона, яркие персиковые тона. Дело в том, что в молодых винах эти тона, этот букет, он обеспечивается очень нестойкими веществами. Химия так устроена, что эти вещества в течение первых трех лет разрушаются почти полностью. И им на замену приходят тона выдержки. Немножечко такие чуть пряные, чуть землистые, чуть смолистые. И вот это вот то, что чуть сухофруктные. Тона сушеного яблока, тона вяленого ананаса. Это вот то, что в этом вине вполне прослеживается. Не очень интенсивно. Потому что, опять же, вино все-таки у нас не самой топовой, не самой премиальной линейки. Но, тем не менее, это сортовые отметки, сортовые маркеры рислинга. Вообще, надо сказать, что рислинг как сорт, это достаточно интересная вещь. У него бывает два лица. Вы помните, что в греческой и позднее в римской мифологии были божества, у которых было два лица. Одно лицо спереди, другое сзади на затылке. И это были лица разные. Фактически двуликий янус, да, конечно, основное божество известное. Так вот, рислинг это двуликий янус. Первые три года у него лицо, то, что мы с вами пробовали в первой половине, такое яркое, цветочное, фруктовое, иногда цитрусовое, иногда яблочное, иногда персиковое. Через два-три года рислинг закрывается, у него эта часть ароматики исчезает, она распадается. Дальше два-три года он такой очень сдержанный, очень деликатный. И через два-три года начинает развиваться его второе лицо, бензольно-сухофруктное, кураговое. То, что мы с вами видели в образце 2016 года, кубань вино, в последнем образце первого сета. Это образец, который уже начинал демонстрировать вторую свою сторону. И вот я надеюсь, что сейчас у нас таких образцов будет больше. Но вообще я должен вам сказать, что когда вы покупаете рислинг, даже не так важно, откуда он происходит. Россия, Германия, Австрия, Франция. Вы должны всегда понимать, что рислинги нужно желательно пить либо молодыми до трех лет, либо возрастными после пяти лет. Для того, чтобы в диапазоне от трех до пяти лет рислинг имеет минимальную ароматику. Вот так вот закрывается то, что говорят виноделы. Потому что яркая первичная ароматика уже угасает, а богатая третичная еще не накапливается в нужном объеме. Тем не менее, возвращаясь к этому образцу, мы видим, что вот сухофруктные те тона сушеного яблока, сушеной груши, ананаса в цукатах, вот этого кольца высушенного, они уже здесь присутствуют. Это то, что в рислинге будет накапливаться, будет развиваться достаточно интенсивный, уже более сухофруктный, более подвяленный вкус. Вы видите, что фрукты здесь уже такие более, они менее свежие, это уже не свежие яблоки, это уже не свежие бананы, это уже все подвяленное. И это второе лицо рислинга. Тем не менее, обратите внимание, даже такой базовый сегмент, да, даже саукдере, у нас вино очень чистое, очень аккуратное, очень сортовое, очень понятное. Спасибо большое за вопрос. Значит, по поводу цвета. Рислинг – это сорт, который в принципе в молодом возрасте до 5 лет цвета должен не иметь практически вообще, особенно если это рислинг, который не дозрел до вот этих янтарных ягод. Когда вы начинаете ощущать бензольные тона, вот тогда у рислинга может появляться золотистый цвет. Вообще нормальным цветом рислинга считается либо почти отсутствующий, либо очень светлый, соломенный, зеленовато-золотистый вот такой вот цвет. Это нормальный цвет рислинга. Когда мы не даем ягодам перезреть, шкурка у винограда совсем зеленая. И цвет она отдаёт очень слабо, и поэтому насыщенность цвета в вине, она может быть вообще чисто водянистая, прямо до белёса-золотистого. Поэтому это нормальный, вполне корректный цвет, так и должно быть. И вот сейчас то, что я хотел бы вам показать, как определённый маркер, определённый такой вот типологический рислинг. Много бензольных нот, много сухофруктных нот, много кураги, много вяленого яблока. Вот на удивление, надо сказать, что Южная Винная Компания, я уже говорил об этом, не принадлежит в числу фаворитов российского винного рынка. Это винодельня, которая принадлежит концерну Очаковой и, с одной стороны, немножечко и финансируется по остаточному принципу, потому что у Очакова много других проектов. Это квас, это пиво, это другие напитки. Но, тем не менее, вот сколько лет мы её знаем... Это было совершенно технологичное, это было технологичное, на момент постройки, самое технологичное производство в Краснодарском крае, новый завод абсолютно, итальянское оборудование, конфет. Юрос начинал нашу дегустацию с того, что мы постоянно спорим. И вот мы действительно постоянно в таком вот ключе спорим. С одной стороны, да, виноделье было, всё остальное, но с другой стороны, я честно вам скажу, я сколько лет и бывал на ЮВК, и смотрел на вина. Всегда я понимал, что как-то вот они какие-то недолюбленные владельцам, да, в первую очередь, даже не виноделом. Они как-то вот владельцам недолюбленные, он где-то всегда у владельца на окраине внимания. И по винам это очень чувствовалось. Если я пробую фоногорию, если я там вижу там Петра Романишина, который горит, который приходит с утра и вот обходит всё своё хозяйство от и до, там, от ёмкости до ёмкости. Там дело немножко не в этом, там они просто немножко совки были всегда. Там такой Андрей Петрович, такой полковник. А потом через какое-то время перелом сознания произошёл, они стали там за рубеж съездить, посмотрел, ага. И они там уже в ванной у них есть с вином, то есть они людей там купают в вине. То есть они как-то меняются, меняется сознание, вот это главное. Поэтому они начинают работать и как-то меняться. Ну, про то, что они начинают работать и начинают меняться, я говорил в первой части, что появилась пару лет назад линейка, там, цокура, муры и прочие вот эти с фингалами. Такие очень модерновые этикетки, лица с синяками. Да, любопытно. И вина, в общем, стали достаточно любопытные и интересные. Поэтому мы продолжаем, мы всё ещё надеемся на высокую линейку, на высокое продолжение. Тем не менее, для меня я должен вам сказать, что вот этот вот рейслинг 2015 года, это даже больше удивление. Может быть, больше, чем даже для вас. Потому что я так давно не пробовал 15-й год рейслинг ЮВК, я его всегда пробую молодым, когда очередной год выходит, и он такой нейтрально-фруктовый, нейтрально-цветочный. А тут вот он долежал, он дожил, и он раскрылся таким характерным именно возрастным ароматом рейслинга. Вспомните первую нашу часть, первую нашу секцию и вот этот образец. Что общего? Практически ничего. Есть, но у тебя даже другая некая? Это другая линейка. Ну, в принципе, да, это другая линейка, но... Вопрос, а это десантаманика, другая линейка. Сейчас, подожди, сейчас пойдём, не тропи меня. Или мы совсем выбиваемся из графика. Ладно. Вот. Вот я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на эту ароматику и запомнили её как такую вот, как... Знаете, бывает вот отметка, прыгнул там метр восемьдесят пять, кандидат мастера спорта, да, прыгнул метр девяносто пять, мастер спорта. Ну, и дальше там, кажется, сантиметр мастер спорта международного класса. Вот это определённая планка характерного, чистого, правильно сделанного сортового рислинга в возрасте четырёх лет. Это вот прям мерка, по которой надо мерить. Прыгнул, не прыгнул. Вот это вот рислинг в очень типичной яркой возрастной ароматике. Сухофруктные тона, бензольные тона, парафин, нафталин. Очень хорошее наполнение во вкусе опять. Такое вино. Вот его там проглатываешь или сплёвываешь, произносишь несколько фраз, закрываешь рот, а вино всё ещё здесь. Не просто вода и кислотность, а все вкусовые ощущения. То есть послевкусие достаточно долгое, интенсивное, наполненное. И это хороший всегда очень признак. Давайте попробуем сразу сравнить с 2014 годом, ещё на год старше, тот же самый рислинг, тот же с той же самой компанией. Не буду пока вам ничего говорить про вино. Сами попробуйте, сами ощутите. Можно из моего кубка поедем? Можно из моего кубка поедем, да. И вот сейчас в этих двух винах вы, наверное, удивительным образом для себя попадёте на тот момент, когда произошёл тот перелом сознания у винодельни, 14-15 год, потому что, конечно, по качеству 15-й год радикально на порядок отличается. Он более яркий, более плотный, более интенсивный, более сортовой, чем 14-й. Правда, надо сказать, что и сам год был очень разный. 15-й год на Кубани был очень-очень жарким, очень солнечным. Дело в том, что я с 2001 года всё лето провожу на Атамане, у меня с 2001 года образовалось жильё в Анапе, так получилось волею судеб. И я половину июня, июля-август летом живу в Анапе. Собственно, это как раз Таманская зона, Кубань. Я помню последние годы, все очень отчётливо, как это было устроено. И вот 15-й год был достаточно жаркий, такой интенсивный, и поэтому получились виды такие мощные, насыщенные, плотные, бензольные. 14-й год был очень неровный. Там были какие-то периоды, когда казалось, что всё будет хорошо. Потом в какой-то момент лили дожди, особенно в Таманской зоне. Поэтому, может быть, ещё и поэтому у нас вино не такое яркое, не такое выразительное. Но, тем не менее, посмотрите, какая у вино кислотность. Вино по-прежнему всё ещё живо. Оно не показывает ни малейших признаков умирания. Да, нет такой яркой ароматики, как была в предыдущем вине. Но, тем не менее, я бы больше хотел даже обратить ваше внимание здесь, в этом моменте, на потенциал сорта к старению. Вино, которому, белое вино, которому 5 лет, российское вино, оно не мёртвое. Оно может быть не очень яркое, оно может быть не очень такое вот увлекательное, но это ординарное вино, сравнительно недорогое, и которое прожило 5 лет, и совершенно не показывает никаких признаков умирания. Ну, и не будем долго задерживаться на базовых линейках ординарных. Мы с вами переходим в категорию тяжеловесов. Так получилось, что последние 3 образца, я вам честно скажу, я специально их оставлял на конец, потому что есть винодельни, которые считаются признанными авторитетами в российском виноделии в целом и в виноделии Лислинга в частности. И это Левкадия, Секора и Кубань вино. Все 3 образца специально оставлены на конец, и мы начнём с вами пробовать с винодельни Левкадия. Винодельня Левкадия когда-то произвела огромный фурор на российском винном рынке, когда первые вина вышли, когда винодельня сама только была заложена, и, собственно, в качестве консультанта, в качестве человека, который следит за всем процессом производства вина, на винодельню Левкадию был приглашён не абы кто, а ушедший, к огромному сожалению, совсем недавно от нас Патрик Леон. Патрик Леон – это человек, который стоял за производством, ну, десятка, наверное, топовых вин мира. От Бордо Гран-Крю Классе до, там, вин в Америке, в Латинской Америке, в Южной Африке. Человек, который, ну, вот, был по большому счёту звездой мирового виноделия, который сделал очень много фантастических вин везде, 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 далеко не только в России. И человек, который для российского виноделия тоже сделал очень много, потому что половина, примерно, тех молодых виноделов, о которых мы сейчас говорим, в какой-то момент работали вторыми, третьими виноделами в Левкадии, фактически под Патриком Леоном. И фактически, в какой-то степени, это его ученики, для них он был ментор, наставник, учитель. Человек, который рассказывал, проводил огромное количество технических дегустаций рабочих с этими людьми и объяснял им, что делать, как делать, почему делать, чем оправдывают те решения, которые он принимает, почему надо делать то-то, то-то и то-то, не просто, что сделаете вот это, а почему сделаете вот это. И фактически, можно говорить о том, что Патрик Леон не просто сделал некоторые вина на Левкадии, он вырастил некоторую генерацию, там, 5-7, может быть, 10 молодых виноделов, которым частично, в какой-то степени, передал и опыт, и навыки, и все остальное. И очень многие из тех, кто с ним работал, сейчас являются самостоятельными виноделами, и в этом смысле, конечно, это огромная благодарность моя лично Патрику. Какое последнее вино именно Леон делал в Левкадии? Если я правильно помню, весь 17-й год Патрик еще консультировал, весь 17-й. 18-й, по-моему, только начальные уже стадии, в основном так, ремоут, и дальше все уже. Вот. Соответственно, лучшее российское розовое вино, фламинго, это полностью заслуга Патрика Леона. Почти все красные вина, топовые в Левкадии, это заслуга Патрика Леона. То, чем вообще сейчас занимается сама вся винодельня целиком, это, ну, как минимум, наполовину его заслуга. Что касается рислинга, Патрик Леон на рислинг никогда сильно большого упора не делал. Он вообще большую ставку и больше внимания уделял красным и розовым винам. Шардоне в части белых вин. Но рислинг и в Саук-Дере, и в Левкадии, он всегда был очень интересным, поскольку я вам уже рассказывал, почва глинистая, с большим содержанием известняка, сухая, долгая, контрастная осень, и Левкадия изначально делала акцент на то, что она будет делать рислинги под выдержку 5-7 лет. Здесь изначально рислинги делались не для того, чтобы быть выпитыми в первые два года, а рислинги делались под закладку. И вот сейчас с этим рислингом мы только-только вступаем в период, когда его надо начинать пробовать. Ему бы еще годик-два полежать, и это была бы просто вот та расчетная форма, на которую рассчитывалось это вино, чтобы мы с ним общались. И вы видите огромное количество всевозможных цветочных нот, сухофруктных нот. Здесь какие-то и головка подсолнечника, и яблоки, и абрикосы такие переспелые чуть-чуть. Вино имеет очень интенсивную, одновременно и цветочную, и фруктовую, и сухофруктную ароматику, и все еще не бензольную. Вот, несмотря на то, что все-таки зона, которая находится снаружи, она имеет меньше солнца и более холодная, поэтому вот эти бензольные тона появляются в меньшей степени, чем когда мы уходим в таманскую зону. Много сухофруктов, много вяленого яблока, очень приятно. Про следующую винодельню мне говорить очень тяжело, потому что меня с этой винодельней связывают, в том числе и некоторые деловые взаимосвязи. Я на винодельне Сикоры регулярно читаю лекции по мировому виноделию. Александр Павлович Сикорский, когда начинал свой проект, он решил, что он не ограничится просто производством вина, он будет заодно и заниматься организацией сообщества виноделов высокого уровня. Помните, я вам рассказывал про ФАУДП, про ассоциацию виноделов, которая круговой порукой повязана, да? Да, с Орлом. Вот Александр Павлович решил, что он должен сделать примерно что-то то же самое в России. Ассоциацию виноделов, которые производят вина только из своего винограда. Целиком полный цикл от винограда до бутылки. будут также пробовать все вина и как бы вот ставить знак, может быть, когда он будет там утвержден и все остальное. Но для начала этих людей надо учить. И он собирает регулярно раз там в 2-3 месяца у себя на винодельне до 30-40 молодых виноделов края. За свой счет приглашает лектора, за свой счет закупает дегустационный сет. И, значит, просит лектора прочитать лекцию на ту или иную тему о мировом виноделии для вот этого сообщества молодых виноделов края. И таким образом, фактически, это некоторая школа виноделия и вина, которая организована виноделом самим. Ну, просто у него такая возможность есть, а у других виноделов ее нет. И, соответственно, я поэтому очень часто бываю на этой винодельне, очень много пробую ее вин от начала брожения до бутылки. Поэтому всегда очень боюсь оказаться несколько предвзятым к винам сикоры. Должен сказать честно, мне вина, большинство белых вин очень сильно нравится. К красным винам я отношусь спокойнее. На мой взгляд, все-таки зона Анапская, в которой мы сейчас находимся, она больше предрасположена именно к белому виноделию. Винодельня Гайкадзор, которая находится в прямой почти видимости, там, через один холл от винодельни Сикоры, стабильно уже очень много лет показывает, что белые вина удаются на порядок лучше красных. Та же самая история у Гасикор, почти та же самая история у соседней виллы Виктория, почти та же самая история у Шотопино и у всех виноделин этой зоны. Мы с вами находимся фактически возле Анапы. Фактически мы находимся возле Анапы. По дороге на Новороссийск мы проезжаем порядка 15 километров и оказываемся в таком красивейшем, на мой взгляд, это самый красивый виноградник России. А я их видел, ну, в общем, почти все. Вот. И это такой полуцирк, такой пологий склон, очень красивый, верхняя часть сильно лесистая. И такой выкат длинный пологий трассе Анапы-Новороссийск, ну, Темрюк-Новороссийск, в общем случае. И очень красивейшие посадки. Здесь расположено хозяйство Геннадия Апарина, ну, и такое мелкое региональное хозяйство. Больше ресторан, и вины продаются через ресторан, чем что-то серьезное. Дальше находятся сикоры, дальше находится ресторан винотерия, и дальше у нас находится вилла Виктория и посадки новые, которые сделал бывший замгубернатора Анапы-Новороссийска. Он выкупил большой участок, посадил большой тоже фрагмент виноградников. На мой взгляд, это лучший терруар вообще России. Вилла Виктория. Ну, да, я, собственно, да. Вот. Полностью чистый ломаный мергель. Почвы нет вообще. Как только мы, вот, верхняя часть, чуть-чуть почвы еще есть, дальше идет весь склон из чистого ломаного белого камня, и на выкате внизу начинается то, что смывалось с этого склона. Там суглинки легкие, супесчаники легкие. Это нижняя часть. Нижняя часть гораздо больше подходит для красных вин, для пенонуара, для каберне, для всего остального. Сам склон больше всего подходит для рислинга, свиньон-блана и других сортов. На мой взгляд, это вот один из таких потенциально очень мощных. Когда мы, наконец-то, поймем, как работать с нашим виноградом в полной мере, это склон, который сделает лучший... Ну, он и сейчас, в принципе, претендует на то, что он делает лучшие вины России. Но когда мы совсем разберемся с тем, как правильно все делать, это будут просто, безусловно, лучшие вины России. Это будет первый, там, я не хочу сказать, гран-креу, да, но это будет виноградник, который будет иметь собственное узнавание, собственное, там, поименование. Ну, и сейчас уже зона Семигорье, а это ЗГУ Семигорье, здесь вот не написано, здесь написано Кубань Новороссийск, но на самом деле Семигорье, по-моему, имеет, собственно, ЗНМП даже. Вот, место, защищенное под названием по происхождению, потому что, действительно, теруар абсолютно не похожий ни на что, и очень красивый. Рисстринг 16-го года делался достаточно интересно. У него была долгая холодная мацерация, когда ягоды раздавили и оставили в контакте сок со шкуркой, чтобы сок извлек из шкурки максимальное количество ароматических веществ, потом он был сброжен, и частично небольшое количество было в больших дубовых бутах выдержано. Я, если я не ошибаюсь, то ли 15, то ли 20%. Поэтому легкие пряные тона, цветочные тона. Здесь нет такой откровенной ванилии, шоколадности и всего прочего, как было бы, если бы мы весь 100% выдерживали в дубе. Тем не менее, такой вот легкий, пряно-сладковатый тон, чуть коричный, чуть гвоздичный, он все-таки в этом вине есть. Плотное, чуть сладковатое вино с большим количеством фруктов, ранних яблок, персика, то есть такое совершенно характерное, сортовое, очень интенсивное. Меня часто спрашивают, вот вы там рассказываете про вина, и вот есть вино Сикор, да, они стоят довольно дорого. Как вы считаете, стоят ли они своих денег или нет? Я всегда отвечаю, что, ребята, если мы говорим про рейслинги, да, российские, то это вино одно из топ-3, которые у нас есть. Ценник на вина из топ-3 может быть почти произвольным, потому что количество бутылок очень ограничено, и когда вы знаете, что это вино топ-3, там, российского рейслинга, оно все равно распродается, оно все равно расходится, потому что, ну, интерес огромный. Поэтому обсуждать ценник, в общем, наверное, бессмысленно, но, на мой взгляд, я по возможности, когда есть акция в каких-то магазинах на это вино, и оно падает там ниже 800 рублей, я всегда им тарюсь, и оно у меня всегда есть, оно и свиньон бланк. Поэтому, ну, дорого? Да, дорого. Мы бы хотели, чтобы дешевле было, да, все, каждый из нас. Но, тем не менее, вино, конечно, того стоит. Нет, это не Германия и не Эльзас, это ближе всего куда-то в Трентину-Альто-Адидже, это больше итальянский стиль, такой очень насыщенный, очень фруктовый. Эльзасские вина чаще будут иметь больше остаточного сахара, немецкие рейслинги чаще будут гораздо более такие легкие, кислотные. Мы все-таки в очень теплой зоне. По температуре мы с Германией не сравниваемся, и стилистика у нас другая. У нас есть всякие трибы, которые абсолютно сухие. Тем не менее, тем не менее, они все равно выглядят вот в ароматике. Они более фруктовые, да? Они более фруктовые, они другие. Они более фрукты и не заоставшиеся два фруктовые, кто? Тут постоянно каждый год конкурируют разные винодельни. Я считаю, что Левкадия, Сикора, Кубань, Вино – это вот такое более-менее стабильное ядро. Иногда сюда может присоединяться Сергей Коробков то со своим вином, то сейчас уже вот с вином от Бунько Винодельни. Кроме этого, мне очень нравится в отдельные годы то, что делает на Нижней Волге... Дима Гусев, вот, и в отдельные совершенно годы, мне нравятся там какие-то еще вещи... Был год 2016-й, когда очень неплохо справилась «Альма» с рейслингом. 14-й был очень сладкий, 15-й был такой переходный, когда еще не устоявшийся, а вот 16-й уже был очень интересный. Поэтому вот в этой тройке постоянно кто-то вторгается. Первые попытки Эльбузда были неплохие, потом сильно испортились, сильно ослабела винодельня. Поэтому тут как бы за полную тройку всегда есть конкуренция. Вот. Ну и Кубань-Вино. Ванда Ивановна Батнель, которая стоит за винодельням Кубань-Вино, за виноделием, как главный винодел, человек очень ответственный, очень старательный, очень многодумающий. Я вам рассказывал, что периодически винодельня экспериментирует то с выдержкой в том, то с выдержкой в всем. И мы сейчас с вами пришли к вину с выдержкой в акации. Акация, в отличие от дубовой бочки, не дает ванильных и шоколадных тонов. Она дает такие яркие пряные тона молотого белого перца, каких-то вот несладких пряностей. При этом не делает вино сладким в аромате, но делает его таким вот очень вот прям пикантно пряным. Но не сладким. И для меня это тоже, в общем, один из образцов, который я всегда, когда говорим о топ-3, топ-5 российских рислингов, всегда входит Абраус. Кстати, вот 2017 еще один конкурент, с одним годом они вырвались. Пока больше не могу сказать. Вот. Давайте попробуем. Давайте попробуем, что дает акация, что дает акациевая бочка рислингу при выдержке. Очень красиво. Очень красиво. Я забегу вперед, я позволю себе вас так подразнить заранее. Но очень красивое вино. Необычное. Видно, что имела контакт с деревом, но контакт с деревом не с дубом. Не справился. Да. Да. Конечно. Одновременно и пряный, и чуть смокий, и чуть такой минеральный, каменистый, и фруктовый, и сухофруктный, и чуть медовый, цветочный. Всего много. Очень, очень сложный, очень многоплановый образец в аромате. Я думаю, что это образец, который, если запихнуть в слепую дегустацию, то очень мало кто отправит в Россию. Очень мало кто. Это получилось любопытно. Он получился каким-то таким напоминающим шпетлезы. Поздние сборы немецкие. Из того вот Бадена, про который Селёжа сейчас упоминал. Бадены, Рейнгау, Рейнгесс. Такие плотные, маслянистые, сладковатые вина. Вообще, вот учитывая то, что Рейнг, как в одном было умной книжке написано, Рейнг это увеличительное стекло для природы, в которой он растёт. То, учитывая это, вообще как ты относишься к бочке для Рейнга, да, вообще к бочке? К дубовой бочке для Рейнга я отношусь крайне настороженно, крайне. И когда Секоры второе своё вино, свой второй Рейнг сделали с выдержкой в бочке, то первое, о чём я спросил главного винодела, Алену, я спросил, зачем ты это сделала? Тот же самый вопрос я постоянно задавал Ванде. Потому что Рейнг для меня, это вот, это должна быть кристально чистая. То есть чистая нейтральная ёмкость, сталь, жёсткость, фокусность, такая устремлённость, сбалансированность, одновременно и такой вот колючесть даже. А дуб, он всегда делает вино таким немножечко более округлым, более сладким, более сухофруктным. Но вот честно скажу, вот этот образец мне очень нравится. Да, здесь присутствие дуба очень ощущается, но оно не портит этого вина. То есть это не налогило, а самое на эту позицию? Да, это не затмило, это не закрыло. Я очень рад был с вами пообщаться по поводу российских рейслингов. Вот мне кажется, что мы с вами посмотрели на самые разные стороны. Немножечко поговорили о разницах зон, о разницах стилей, о общей природе старения этого вина. И я думаю, что вы с удовольствием все будете дальше смотреть с интересом, как минимум, за тем, что будет выходить из российских рейслингов. Потому что, как я уже говорил в самом начале, немножечко имидж сорта, он такой ослабленный. Многими годами советского виноделия, а сорт, на мой взгляд, абсолютно фантастический, абсолютно интересный, который способен на очень-очень высокие результаты. Спасибо огромное. Господа, дамы и господа, два слова. В общем, этим торжественным словом, Денис сказал последнее слово, на семинарах, которые были в рамках фестиваля «Российская лоза в Заряде» и вообще в Москве недели агропромышленного комплекса «Менсельхоз», который проводит. Сейчас еще будет открытая дегустация, для нее понадобится 10 минут, чтобы все пересервировать. Я хочу сказать всем спасибо, кто приходил. Я хочу сказать, что вот это моя команда, это Маргарита Алексеева, Ксения Ракшит, девочки, которые мне помогали, которые все организовали здесь. Мы благодарим их. Ну и я, Юрий Юдич, соорганизатор фестиваля. Ситуация такая, что есть многообразие. На этом многообразии есть какая-то участная функция. И эта участная функция пространства ведет себя как-то очень неординарно. И надо доказать, что вот при каких-то ограничениях на эту ферсию и на эту опыту, эта функция не может отклониться больше, чем на определенные параметры. 250 лет до Вадика эта задача стояла недвижимо. Великий Умур, Голмогоровы, все кто угодно трогали, пробовали, что-нибудь убивали. И шел мой отдогруппник Вадик Калошин и сказал, ребята, сейчас спокойно, сейчас я упорюсь в эту задачу и сделаю вам все красиво. Сейчас Вадик упоролся, сказал, Вадик профессор Гарварда, и это вот моя задача, вот так я учился. Профессор Гарварда Калошин? Да. Или он теперь уже Калошин? Вадим Калошин, да. Вадик, привет, если ты меня смотришь, вообще рад тебя видеть и слышать. Слушай, ну я впервые увидел, что ты говоришь девушкам по пьяни. Это еще не по полной пьяни, это так, слегка. Слушай, ну по полной пьяни, видимо, пойдет какая-то уже ядерная пьянка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!